Выпал снежок в Петербурге, стало как-то повеселее, настроение уже такое предновогоднее, праздничное. И несмотря на то, что синоптики на предстоящих выходных обещают до минус 10 в некоторых районах, тем не менее... А по ощущениям-то еще... Все минус 20. Но тем не менее, нам, петербуржцам, не привыкать. Одеваемся потеплее, укутываемся и отправляемся на прогулку. Например, на самую западную окраину Петроградской стороны. Именно там открылось новое общественное пространство. Территорию площадью 20 тысяч квадратных метров обустроили на набережной Леонтьевского мыса. Что там сделано, знает наша коллега Анна Смирнова. Выходим с ней на свет. Прямо сейчас нам расскажет и еще и покажет. Аня, доброе утро. Да, доброе утро, коллеги. Доброе заснеженное ноябрьское утро Петербург. Таким живописным видом делюсь с вами. Не менее живописным стал и сам Леонтьевский мыс. Общественное пространство здесь появилось, как вы верно отметили. О всех подробностях узнаем прямо сейчас у Александра Петхова, заместителя главы администрации Петроградского района. Доброе утро, Александр. Доброе утро. Ну, в первую очередь хочется отметить, в 2022 году еще начались работы. Вот что успели сделать здесь, на этой территории? Значит, с 2022 года действительно на территории Леонтьевского мыса начались масштабные мероприятия по благоустройству. Мероприятия за два года выполнены в рамках комфортной среды. И за эти два года мы успели сделать три участка. Раньше здесь была, на набережной реке Ждановки, стихийная парковка. Даже были автомастерские. Земельные участки освобождены. Земельные участки благоустроены. Устроено освещение всей территории. Выполнен дейкинг. Настил в виде дейкинга. Установлены интересные скамьи. И вот мы даже можем видеть скамьи из цельной древесины. Здесь также есть скамьи, крутящиеся скамьи, которые очень нравятся. В том числе и взрослым, и детишкам нравятся. Здесь сделана детская игровая зона. Установлен куб, так называемая, лазалка. Смонтированы также игровое оборудование. Пару слов про озеленение, да? Потому что что-то здесь сохранили из зеленых насаждений. Что-то добавили? Конечно же. В рамках каждого проекта благоустройства мы выполняем озеленение. Высаживаем дополнительные кустарники. Сажаем дополнительные деревья. Мы видим здесь красивые изящные березы высажены. Дополнительные кусты. Как и малоразмерные, так и полноценные. Ну и также вы сказали, появилась игровая зона и спортплощадка в том числе. Да, совершенно верно. И спортплощадка, и игровая зона, которые очень востребованы всеми, кто посещает, конечно, данную территорию. И хочу, естественно, отметить, что вся эта территория благоустраивалась с учетом мнения жителей и проживающих здесь, и часто бывающих здесь. Ну и хочется также отметить, что это одно из 15 новых пространств, которые вообще появились на Петроградской стороне в этом году. Совершенно верно. С 2019 года уже по поручению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова продолжены мероприятия, и всего за этот период выстроено уже 15 пространств. В этом году мы уже построили три пространства, три новых пространства, которые считаем, что наверняка станут знаковыми для района. Ну, одно из них это. И, конечно же, друзья, не могу не продемонстрировать вам ту самую вращающуюся скамью, о которой говорил Александр. Смотрите, мне кажется, это отличная идея для того, чтобы начать утро. И говорят обычно, вот не накручивай себя, я это буду делать сегодня так, отдыхать от отрицательной мысли. И мне кажется, такая прогулка точно поднимет вам настроение на весь день. Коллеги, передаю слово вам.